Давайте посмотрим, вот, например, такие классные примеры, я для вас немножко собрала, сериал Алиса не может ждать, это два появления героини, в начале сериала и в конце первого сезона, в начале сериала ее первое появление это пижама, косичка, очки и взгляд опущенный вниз, и в конце сериала она появляется в кожаной куртке, без очков, с распущенными волосами и смотрит вверх, да, я могу даже дальше распаковывать, если мы говорим, что костюм говорит об окружении, я сегодня находилась в окружении деловых людей, среди них были творческие люди тоже, но в основном это были люди бизнеса, поэтому я в пиджаке, на первом, на первой фотографии, на скриншоте актриса, героиня в пижаме и она дома, мы понимаем, что пижамка это домашняя обстановка, на верх, на нижней фотографии, в конце сериала, она в кожаной куртке с распущенными волосами, в ощущении свободы, где? В небесах и смотрит она вверх, она улетает, охренительный пример, супер простой, я абсолютно уверена, что вы сейчас просто в шоке от того, насколько все просто и вы вряд ли замечали за такой трансформацией, элементарной трансформацией персонажа в одном проекте. Второй сериал, сериал Френдзона, главный герой, его первое появление, буквально первые кадры, он избитый, голый, грешник, у него похмелье в этой сцене, последняя его сцена, он еще и как бы там брошенный, одинокий и все такое, последняя сцена в первом сезоне, у него белая майка, на которой написано nobody, никто, а никто это кто? Новорожденный, невинный, это символ перерождения, обновления, и здесь в этой сцене он встречает свою мать. Вот таких два полярных у нас появления персонажа в кадре. И если посмотреть, например, дальше, как он в начале сериала одевается, он одет в земельные тона, в асфальтовые такие цвета, темно-серо-синий, полностью весь такой, тотально темно-серо-синий, и он прибегает к своему отцу, который является его преподавателем в институте. В конце сериала он появляется в светлом и встречается со своей матерью.